Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я хочу представить клинический случай Симмертини по второй линии, но сначала хотела бы всё-таки поделиться опытом Сырловской области и буквально было слово сказать о том, что те гистологические варианты, которые всё-таки смогла диагностировать Сырловская область за 2021-2022 год. И около 38% случаев всё-таки составляло аденокарцинома на плоскоклеточный рак, пришлось 36% случаев и крупноклеточный рак составил 15-20% случаев. Здесь представлено количество пациентов и те пациенты, которые, в общем-то, получили таргетную терапию. Мы видим, что 25% случаев получили Симмертини, а Фотини получили 44% случаев, Гефтини около 31%. Ну и к клиническому случаю. Молодая девушка, 36 лет, она обратилась в приёмный покой хирургического стационара с такими жалобами, как сухой кашель, приступообразный, периодическое повышение температуры. Также, в общем-то, у неё наблюдалась одышка при умеренной физической нагрузке и при выполнении, в общем-то, плевральной пункции были получены атипичные клетки. После этого пациентка обратилась в онкодиспансер и на компьютерной томографии был определён опухолевый узел верхней доли левого лёгкого, множественные метастатические узелки по плевре и также, в общем-то, небольшое количество жидкости. Затем, в общем-то, в оценке была выполнена торакотомия, биопсия паритальной плевре. Мы получили по данным гистологии аденокарцинома с последующим выявлением мутации L858R. Уважаемые коллеги, вот учитывая данную ситуацию, хотелось бы всё-таки задать вопрос, что же мы сможем назначить пациентке в данном случае. Либо это и ингибиторы тиразинкеназа первого поколения, третьего поколения, может быть, это комбинированная иммунотерапия с химиотерапией, либо это просто химиотерапия. Ну, этой пациентке рекомендована ингибиторы тиразинкеназа третьего поколения, безусловно. Ну, мы пошли немножко по другим путём. И с 30 апреля пациентка начала принимать рлатиниб 150 мг в сутки в стандартной дозировке. Из нежелательных явлений была только популяризная сыпь. И, в общем-то, пациентка получала данную терапию 6 месяцев. По данным контрольного обследования, в августе была выявлена стабилизация. И через практически 6 месяцев, то есть в декабре 2020 года, в общем, снова резкое ухудшение состояния. Появились жалобы на дышку, слабость, головную боль, головокружение. По данным ПЭТ-КТ было зарегистрировано прогрессирование заболевания. То есть, в общем-то, появились метастатические очаги в костях, новые очаги поплеврия. И была выявлена мутация Т790М. По данным МРТ данных за метастатическое поражение выявлено не было. Ну и, в общем-то, следующий вопрос, чтобы вы назначили такого пациента в качестве второй линии. Ну, либо это третье поколение, здесь также представлены комбинированная иммунотерапия с химиотерапией, моноиммунотерапия и химиотерапия. Ну, если мы у пациентки выявили мутацию Т790М, и пациентка получала ингибиторотерозинк первого поколения, то это, конечно же, показания для терапии ингибиторометерозинк у нас третьего поколения в этой ситуации. Да, мы также, в общем-то, пациентке предложили данный вариант. И с ноября месяца пациентка начала принимать данный препарат. И по данным ПЭТ от марта 2021 года была выявлена выраженная положительная динамика, которая была обусловлена уменьшением активности образования, регресса внутригрудных лимфоузлов, очаги в костях. Некоторые также регрессировались, вот тотальная регрессия изменений плевры. И было выявлено образование молочной железы при трепан-биопсии. Мы данных за злокачественный процесс не получили. Ну и учитывая, что пациентка продолжала терапию с имертенибом, но у неё были вопросы, что же, в общем-то, делать дальше, и возможно ли какие-либо другие варианты, может быть, лечевая терапия или хирургическое лечение, чтобы мы смогли в данном случае вообще пациентке предложить. А скажите, пожалуйста, на этом этапе у пациентки не было прогрессирования на фоне... А с имертенибом? Да. Нет, вот именно как раз была выраженная положительная динамика, многие очаги в костях ушли, и внутригрудные лимфоузлы исчезли, опухоль уменьшилась, да, в лёгком. Ну, чувствовала себя, в общем-то, пациентка действительно очень хорошо. То есть это был момент максимального ответа на осимертениб? Максимальный ответ на осимертениб. Так, скажите, пожалуйста, а какой объём остаточной опухоли, первичной, метастатического процесса на тот момент был? Ну, вот по данным КТ и по данным ПЭТ, всё-таки количество очагов в поплевре мы, конечно, сказать не можем, но, как нам сказали специалисты, что многие очаги они, в общем-то, не видят. Был единственный очаг в кресце, это, и опухоль уменьшилась, ну, практически на сантиметры, то есть с трёх сантиметров до двух сантиметров. Вот так, вот так примерно было. Ну, я бы сказала, что вы... Пациентка очень хотела, в общем-то, она настаивала на подключении каких-либо других методов лечения. Вот так, наверное, правильно. Ну, вот в этой ситуации, когда это уже вторая линия таргетной терапии, на мой взгляд, это оправданное продолжение о семертенибе. Здесь вопрос о локальном лечении, он спорный, на мой взгляд. Особенно при том поражении, которое вы описываете. Согласна. Ну, 29 июня пациентке была проведена ангиопластическая анатомическая резекция С1-2 левого лёгкого, плевротомии и фотодинамическая терапия с гипотомической химиоперфузией. В данном КТ данных за рецидив получено не было, остались только метастатические очаги в костях таза, которые, в общем-то, были без динамики с самого начала, ну, в общем-то, именно в костях таза лечения. И пациентка продолжила терапию с семертенибом. В августе 2021 года по октябрь была проведена лучевая терапия в суммарной очаговой дозе 60 Грей и также была продолжена терапия с семертенибом. Но, к сожалению, в ноябре 2021 года пациентка вновь почувствовала себя не очень хорошо. Появились снова жалобы на дышку, появилась. Появилось повышение температуры и снова появился кашель. И пациентка заметила в области образования передней грудной стенки образование около 2 см. Было выполнено 3-пан-биопси образование мягких тканей и был получен, в общем-то, метастатический процесс. Но также, в общем-то, по данным КТ была выявлена абсцидирующая пневмония, с чем, в общем-то, пациентка, но до, естественно, КТ, она успела, точнее, после КТ она успела получить еще один курс пиметриксиадоси с асимертенибом и, к сожалению, попала в терапевтическое отделение областной больницы, где принимала антибактериальную терапию с очень хорошим эффектом. Через 2 недели ее выписали. Я вам, в общем-то, хочу показать, в общем-то, компьютерную томографию. Ноябрь 2021 года, то есть множественные очаги по плевре. Здесь представлена картина воспалительного процесса, и когда пациентка, в общем-то, поступила уже в терапевтическое отделение, с верхней долевой пневмонии слева, и, в общем-то, здесь представлен дренируемый абсцесс. Февраль 2022 года, легочно-плевральная полость. Ну и, конечно же, прогрессирование марта 2022 года, количество очагов по плевре увеличивается. К сожалению, в апреле 2022 года пациентка погибла от легочного кровотечения, причем они были неоднократны. В общем-то, около 7 эпизодов было, и в итоге пациентка погибла, к сожалению. Спасибо за внимание. Спасибо.